Микс Ньюс С хорошим настроением, как мы выяснили, режиссер Станислав Токалов у нас в студии. Доброе утро! Доброе утро! Говорим мы сегодня про фестиваль Manhattan Short, который пройдет в эту пятницу и в субботу. В Риге. В Риге, да. Вот, кстати, про Ригу. В прошлом году было Сигулда и Рига, а в этом году два дня. Нет, в прошлом году было 9 городов, в этом году 10. 10, ага. Да, поэтому там все страшнее намного, намного страшнее, чем может показаться. Но для зрителей-то лучше. И сегодня, на самом деле, начинается фестиваль в 3.30 в Кулдеге, первый сеанс. 3.30 в 15.30 ты имеешь в виду? 15.30, да. PM, да. Извините. 15.30, да. Кулдега. Кулдега. Потом завтра начинается Венспилс, еще из городов, будем, я просто перечислю, где можно найти на соответствующих кинотеатрах сайта. Валмира, Резекне, Даугавпилс, Лепе, конечно же, Сигулда, Кулдега, я сказал. Ну вот, насколько моей видеокарты хватило, я вспомнил что-то, я точно забыл. Ну, в любом случае, в интернете можно найти, на фейсбуке. Да. В интернете, на фейсбуке можно найти, да. Всего должно быть 10, но я, мне кажется, меньше назвал. Два дня в Риге в этом году. Два дня в Риге, да, в этом году. Всегда два дня, мы, как бы, я думаю, что в следующем году придется и третий делать, потому что у нас два дня. Мне нравится то, что у нас единственное мероприятие, это только по секрету скажу, где некоторые люди сидят на ступеньках. Потому что не хватает мест, где сидят на ступеньках. Просто по технике безопасности сидеть на ступеньках нельзя, поэтому мы как секрет сейчас расскажем и попросим никому дальше не рассказывать. Почему такая популярность, как ты думаешь? Короткометражные фильмы, вообще «Манхэттен шорт» – это короткометражные фильмы с разных-разных точек. Ну, то есть, там срез полностью идет, это может быть… Ну да, я думаю, что даже не за это, на самом деле. Ну, вот я все время тоже думаю, что такого интересного. Я пришел к выводу, что это, помимо того, что это кинофестиваль, это мероприятие, в первую очередь, ну, такое кино-ивент, киномероприятие по-русски, правильно сказать, ну, заключающееся в том, что есть интерактив. Есть интерактив как между там мной и зрителями, между фильмами и зрителями, между режиссером каждого фильма. И зритель, который обращается перед каждым фильмом, говорит, ну, как бы, иногда говорит, что он хотел сделать, что, в принципе, ладно, опустим. Но он как бы благодарит кинотеатры, просто рад, да, откуда-то там из какого-то Уругвая, да, обращается к тебе с экрана, что круто. И сразу ты по-другому этот фильм смотришь, ты видишь, как бы, кто его сделал, соединяешь. Ну, и, конечно же, то, что ты можешь, как бы, голосовать за фильм, смотреть, как другие проголосовали, поссориться с любимой своей или любимым из-за того, что вы голосуете за разные фильмы, обсудить с другими людьми. Потому что, мне кажется, в этом и есть понимание. Мы как же каждый абсолютно субъективно видим эту картинку и эти фильмы. Нам нравятся разные фильмы. Иногда люди прямо удивляются, за кого люди, за кого голосуют их близкие люди, которым кажется, что они очень хорошо знают. Я в юности, когда знакомился с девушкой, очень стеснялся, конечно же, и все. Единственный способ, как я мог понять, о чем она вообще думает, это я с ней вместе смотрел фильмы, которые мне нравятся. И потом спрашивалось, что она думает, что ей понравилось, что нет. И через это я пытался понять, ну, как бы, вообще, какая она, о чем она думает. И мне кажется, что вот с годами это переросло вот в такой вот Манхэттен-фестиваль, где очень много людей уже встречаются и пытаются через фильмы друг друга понять. В этом году очень много женщин, насколько я понимаю, вообще рекордное количество женщин режиссеров. Да, и это же мировая тенденция. Сейчас везде все фестивали стремятся к тому, чтобы уравнять процентуально фильмы от женщин и от мужчин. И это как бы мировая тенденция. И так как база фестиваля находится в Америке, которая является очагом этого движения, соответственно, он не может смотреть в сторону. И действительно. И я думаю, что для формата Манхэттен-шорт это неплохо, потому что он раскрывает тоже возможность каких-то, ну, как бы, в любом случае, женщины-режиссеры часто по-другому, с другого угла смотрят на те же самые вещи, которые уже часто смотрены. И это позволяет немножко тоже другие фильмы сделать и увидеть другие фильмы. А вот все-таки вот эти короткомодажные фильмы, это в основном все-таки привлекает молодежь. Почему? Потому что, ну, есть такое мнение, что у молодежи определенное клиповое мышление. Мы привыкли вот короткие-то видео смотреть, что-то снимать. Уже у всех клиповое мышление, я думаю, что это, ну, как бы, очень странно, если человек думает, что еще нет, когда такой объем информации именно в таком формате его окружает везде, даже если он не смотрит интернет вообще. Поэтому сейчас, в принципе, самое время для рассвета короткометразных фильмов, да? Да, мне кажется, оно уже давно идет, и уже, как бы, рассвет уже произошел, и на самом деле люди, которые к нам приходят очень разных возрастов, мы тоже, как бы, всегда думали, ну, вот, там, студенты и все. И, да, действительно, первые года, так как я звал друзей, да, мы, там, в маленьком каком-то театре сидели на полу, смотрели это, да, там, 8 лет назад на проекторе просто, там, с компьютера запускали. Мероприятия для своих. Мероприятия для своих, да, там, собирали в коробку деньги, ну, просто в коробку, там, бросал, все, сейчас подумать, можно административный штраф за такие правонарушительные. Налоги заплатили, не заплатили, да. Да, ну, просто как для друзей, и вот это потом переросло в такое большое мероприятие, у нас очень разные возраста, у нас ходят, ну, чтобы вы понимали, там, моих друзей, родителей ходят, там, 4-5 лет такими компаниями, там, по 5-10 человек, потому что им именно нравится вот этот процесс, то, что они могут обсудить потом, то, что они могут ко мне подойти и со мной обсудить и поспорить. Ну, потому что у нас такое, как семейного характера мероприятие, мы пытаемся все вместе это делать, всегда обращаясь, я всегда открыт, я разговариваю, я спрашиваю тоже. Ну, в общем, мы так по-домашнему, хотя зал вроде на 600 человек, он полный, но мы так стараемся по-домашнему. А вот насчет обсудить, да, кто вот этот порядок фильмов выбирает? Потому что я вот несколько лет была подряд, и иногда бывает, что какой-то фильм, он настолько яркий, что он перекрывает все, что было вот 4 фильма до этого, ты их уже не помнишь. У тебя вот только этот фильм где-то в середине. Ну, это же неизбежно, вы же понимаете, мы люди, мы, если нам ставят несколько вещей рядом с друг другом, мы начинаем их неминуемо сравнивать. Ну, хороший пример был такой фильм у теперь уже сестер Вачовски, Клауд Атлас, я не знаю, как по-русски, Клауд Атлас, написанный по книге, там было 6 историй, да, после «Матрицы» вот они снимали, это такой грандиозный проект, там, сквозь время, сквозь пространство, и там 6 историй. И я смотрел, и там, и я думаю, нет, только нет, и я понимаю, что я не могу, я начинаю сравнивать эти истории, какие лучше получились, какие хуже. Для меня это разрушает структуру, я не могу сконцентрироваться на том, что важно. Я как человек на базовом уровне просто сравниваю, и поэтому то, что с вами происходит, это абсолютно нормально. Нам что-то запоминается больше, что-то меньше, память, ну, селективно абсолютно. Программу составляет Ник Мэйсон, это вот вдохновитель все 22 года фестиваля, он австралиец, живущий в Америке, он это придумал. А фильмы сами отбирают каждый год, чем много, вот там, в прошлом году Вильям Дефо отбирал фильмы, в частности, там, ну, как бы, там, Сарандон, там, ну, большие имена, там, Барбара, там, Стрейзен, да, ну, как бы, всегда есть, ну, как бы, А-классы звезды, которые участвуют в процессе отбора этих 10 финалистов вместе, а потом он программу складывает сам. Я как человек, который видел это 8 лет, вижу тенденцию, ну, как бы, что в конце будет фильм о любви, это очень широкое, как вы понимаете, понятие, это может быть любовь между двумя пожилыми людьми, да, которые проявляются, конечно, молодыми в постапокалиптическом мире, да, то, что в этом году. Ну, актуальная любовь, да, ну, как бы, очень по-разному, да, и то, что всегда первый фильм пытается, как бы, ну, как бы, на такой, на шок часто работает, часто голосуют или за последний, или за седьмой фильм, ну, как бы, там, такие тенденции. Я ни разу не выиграл, я ни разу не выиграл фестиваль за то, что я выбирал, всегда проигрывает, и он даже в топ-3 не попадает обычно. Ну, у нас есть чем гордиться, латвийский фильм был два года назад. Это вообще невероятно, я думаю, что это мы, как бы, в принципе, своим посещением, потому что Латвия далеко не последнее место занимает среди 75 стран, где проходит Манхэттен Шорт, то есть Манхэттен Шорт в течение одной недели смотрит в 75 странах больше 100 тысяч человек каждый год. Там, в прошлом году вообще какая-то цифра была, там, 150, да, там, 130, 150, 100. Ну, то есть больше людей никакой фестиваль не смотрит, то есть больше, чем Берлин и Канн, просто потому что это везде очень много проходит. Он очень популярен в России, в бывших странах СНГ, но так он показывает в Америке, да, в Америке, там, в каждом штате проходит. Ну, 75 стран, и, соответственно, само вот это чувство общности, что мы вместе выбираем, и потом действительно этот каждый голос подсчитывается, и выбирает его зритель, мне кажется, что в этом тоже есть какое-то вот это сердце мероприятия, которое вот, ну, как говорите, в чем цимис, да, вот. Ну, вот по поводу обсуждения, это тоже, конечно, всегда такой повод поговорить, это как поход в театр или поход, там, в кино, например, но там ты смотришь одну картину, да, а здесь у тебя несколько, несколько вот этих вот пунктов. Я называю это телепорт, потому что ты постоянно телепортируешься в другую страну, в другое время, пространство, и ты как бы вот за два часа просто телепортируешься в 10 мест. И самая прелесть того, что если вы приходите на большой, ну, как бы полнометражный фильм, то вы смотрите, ну, если он вам не понравился, то вы как бы с так вот, да, как американцы говорят, надо уходить или досматривать, да, и вот он говорит, здесь, ну, вам что-то не понравится, но вам что-то точно понравится, да, ну, как бы это неизбежно, и в этом прелесть. Вот, и даже то, что вам не понравилось, это круто, потому что если вам следующее, например, понравится, то вам понравится еще больше. Ну, то есть, мы же для этого и ходим в кино, мы ходим испытать небольшие стрессы, да, ну, как бы психологи, я читал исследования, доказали, мы идем за стрессом, на самом деле, в кино. Просто в жизни эти стрессы очень часто бывают сильные, и нам сложно, ну, как бы работать с ними, выйти, а то в кино. Эти стрессы очень контролируемы, ты понимаешь чаще всего, что ты в защищенном пространстве, и эти волны, они ниже, но и они, в принципе, гармонично воздействуют на психическое, человеческое состояние, эмоциональное. Так как мы должны, наша, как бы, суть, как бы, эмоциональная база, наверное, система должна переживать эти стрессы, ну, просто вот в такой маленькой дозе, знаете, как вакцина. Ну, ты просто понимаешь, что это все нереально, а в жизни, как бы, ты должен жить с этим стрессом. От депрессии и более сложных стрессовых состояний, вот, ходите в кино, театр, смотрите, идите там, где, туда, где вас, ну, как бы, возможно, пробьет на эмоцию. Вот, может быть, один из стереотипов короткометражных кино, можно сказать, что вот, может быть, режиссер, вот в этом, ну, коротком сюжете, не удается ему раскрыть суть, и очень много, нет такого хэппи-энда, зачастую остаются вопросы. Это вас не смущает? Ну, это меня не смущает, потому что у нас таких фильмов нет, фильмы, которые попадают туда, должны понимать, что это фильмы, которые, ну, очень часто там доминируются на Оскар, потом выиграли уже в фестивале, там, Санден, Сторонто, все. Это вообще, на самом деле, реже, чем чаще какие-то ферст-таймеры, режиссеры, это часто очень режиссеры, у которых есть полнометражные фильмы, а просто есть четкое понимание, какая история подходит для короткого метра, а какая для длинного. То есть они уже в этом плане профессионалы, они чувствуют. То есть ты находишь какую-то историю, которую тебе хочется рассказать, и ты, ну, пытаешься найти форму для нее, жанр, как ее рассказать. Когда полнометра не тянет на полный метр, тогда ты делаешь... Я для себя, как режиссер, вот объяснил, что полный метр – это жизнь, целая жизнь, которую ты пытаешься вот за два часа рассказать, то короткий метр – это событие одной жизни, в котором раскрывается вся жизнь. Одно событие, по-большому. Одно событие. Ну, ключевое. Да, и в нем раскрывается вся жизнь. А иногда это сложнее, да, сделать? Да, да. И есть режиссеры, которые вообще всю жизнь снимают короткометражные фильмы, потому что они не могут работать. Это очень разные жанры, да. Мне, например, тяжело очень снимать короткометражные фильмы. Вот у меня есть фильм короткометражный, там, в принципе, единственный, который я показывал людям, да, хотя я снял до этого еще 20, да, ну, примерно, если не больше. И он был, когда я смонтировал, 45 минут – это вот самое короткое, что мог. Я каким-то невероятным образом сделал вот 27, да, это вот, ну, то есть... Резал по-живому буквально, да? Ну, да. Это как у журналистов, им иногда вот нужно сюжет, там, в 3,5 минуты, а он понимает, что ему хочется на 10 минут. 27. И вот, ну, как бы, ну, как я сделать могу на 5, например, я вообще не понимаю. И я с таким восхищением смотрю, как люди рассказывают такие, ну, емкие, ну, прям, ну, даже не емкие, емкие, она в итоге получается емкая. Ну, это такая громоздкая история, мне там три серии по часу надо, чтобы справиться. Они вкладывают это в 7 минут, и это лаконично, понятно, и они оставляют именно столько, как бы, недосказанного, что позволяет мне, ну, с ними на одной волне, да, думать и подумать об этом событии в контексте всей жизни. Вот по поводу Латвии еще, мы пытались как-то, ну, ты как главный, наверное, координатор. Я забыл, забыл сказать, я думаю, что из-за того, что мы, ну, так круто ходим на Манхэттен, фильм из Латвии попал, я сейчас не хочу ни в коем случае Павла Гуменникова, качество его фильма, да, и талант упомянуть просто, но это же круто, что мы вообще появились на карте Манхэттена, и, конечно же, Ник много его смотрел, о, ну, круто, и понятно, что фильм должен быть выдающийся, чтобы попасть, мы же не только в Латвию его показываем, еще 74 другие страны, и фильм получился, я думаю, интересный с тем контекстом, что, ну, в Америке очень яро, говорят, о равноправии каком-то, когда человек так интегрирован в общество и так, ну, как бы, здраво может посмотреть на свою ситуацию, и все всегда вызывает, у него большой успех у этого фильма в Америке был, в принципе, ну, в Западной Европе больше, чем в каких-то других, ну, как бы, постсоветских республиках, или это, но я сейчас могу соврать, потому что я помню, в Азии тоже, Паша был, там вообще, такое количество фестивалей этот фильм посетил, что сложно, да, и Манхэттене, он же выиграл лучшего актера, Александра Ронис, да, что круто, и вот, я не знаю, удастся нам перебить, но мы каждый год очень хотим. Вот участвуют в фильме, есть эти заявки? Конечно, конечно, да, 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 мне сразу спрашивают, ну, организаторы фестиваля, есть возможность связаться, мы смотрели Лещову анимацию на этот год, у него был короткометражный фильм, вот, но не вошел он, он просто, ну, я думаю, что он сложный, он очень, ну, высокоинтеллектуальный, интересный фильм, вот, тяжело в программу, потому что это все же программа из 10 фильмов, здесь все жанры, все фильмы должны быть разных, нет ни одного фильма, который похож на другой, и всегда про это надо помнить, когда мне спрашивают, ну, вот, а как нам отправить фильм, там, какой, я говорю, ну, надо смотреть, ну, ничего нельзя предсказывать, вот, вы встанете в эту программу, покажется, что вот фильм для этой программы подходит, и он войдет, здесь не как на фестивале, когда ты можешь идти на 3-4 фильма, они будут очень похожи, потому что вот в этом году отборщики решили, что именно так должно быть, каждый фильм разный, там, комедия, драма, сайенс-фикшн, фильм ужасов, да, там, черная комедия, ну, как бы все, все, что вот, все жанры, которые вы знаете, они там будут, и в этом прелесть, что... По поводу площадки еще хотелось бы поговорить, это последние несколько лет, это Splendid Palace, именно если мы про Ригу говорим, да, и вот ты говоришь, что места уже маловато, есть идеи как-то на другие площадки? Нет, я думаю, мы будем делать в следующем году три сеанса, вот. То есть по количеству просто? По количеству, ну, я не знаю, это уже наш дом, Splendid Palace, мне кажется, он подходит для этого мероприятия, потому что это все-таки, да, он такой уютный, там можно разместиться, там можно постоять до этого, ну, да, в этом году, да, наши друзья, ну, как бы там будут реализовать вино, да, там будем стоять, поговорим как бы и до и после, там, ну, как бы, мне кажется, что Splendid – хорошее место для таких мероприятий, потому что все-таки большие кинотеатры, они такие больше, как такие машины безжалостные, у нас, ну, это два-три хорошо даже сеанса, это такое все-таки должно быть точечное, с душой, и каждому, а не всем. По поводу души, вот до эфира поговорили, знаем, что у тебя какой-то проект интересный, наклевывается с душой. Ну, как бы, как только мне вот в следующем году начинать съемки второго полнометражного фильма художественного, который уже зафинансирован «Милый друг», я его называю по-русски, этот фильм, потому что он частично базируется на «Мапасане» «Милом друге» книги, и вот. А про второй проект я не могу говорить, нам нужно подождать три часа, я вам смогу в конце, потому что там вот решается все сейчас, судьба, да. Ну, да, обязательно об этом проекте поговорим, потому что он очень интересный. Тогда еще про латвийцев на мировом кинематографическом вот этом вот пространстве. «Оскар» у нас же маячит. «Оскар»? Я не думаю, что надо думать про «Оскар», я забыл, какой фильм попал. «Симониса», сейчас переведу на русский его. «Телс Накс», «Отец Ночь», да? «Отец Ночь», хорошо. Я не думаю, что мы пока, я честно скажу, мое мнение, что мы пока с своими художественными фильмами, полнометражными на уровне, быть номинированным на «Оскар», там, ну, как бы, очень серьезные фильмы. И это не только с деньгами связано, это на многих уровнях пока эти фильмы не готовы конкурировать, в моем понимании. Я про свои фильмы, ну, в частности, говорю, я очень здраво на это смотрю. Но и «Оскар», как бы, не является, ну, вот, меккой и вершиной в моем, например, понимании. Он давно уже, ну, как бы, теряет каждый год позиции, очень политизирован. Но все равно какое-то упоминание. Это, конечно, прекрасно попасть на «Оскар». Там есть и конкурент. Да, там есть, и никто не, я никогда не отрицаю возможность, что у кого-то просто, ну, вот, все звезды сойдутся, и он сложит фильм, который сможет попасть на «Оскар». Но, например, в этом году вот фильм «Курси» это из Юриса «Олег» про русского парня, который уезжает работать в Бельгию, попал на одну из программ, прилегающие к Каннскому фестивалю. Это круто, у нас никогда там не был фильм, это уже шаг вперед. Вы знаете, что там фильм Реннерса выиграл в одной из категорий берлинского фестиваля несколько лет обратно, да, «Мэллоумат», я не знаю, как по-русски будет. У Яниса Норда на Берлине фильм тоже выиграл в той же, ну, в другой категории, но в той же программе. У нас есть прямо успехи у всех фильмов, я сейчас, ну, не буду все перечислять, я сейчас такие самые большие вам назвал. У нас там, там, ну, как бы эти успехи появляются. Вот, видите, на Каннский фестиваль потихоньку начинаем, да, мы как бы год назад фильм «Четыре белых рубашки» вошел в классику Каннского фестиваля, ну, овации стоя, весь зал аплодировал, там стояли все, плакали, да, ну, круто. То есть мы появляемся на карте, нужно подождать в Эстонии, например, пока вот, я скажу, у меня есть любимый фильм, очень посоветую радиослушателям, если есть возможность посмотреть, «Новембр», он фильм «Два года», он эстонский фильм, он выиграл Рижский фестиваль два года назад, еще много фестивалей. И вот «Новембр», «Ноябрь», это пока самое крутое, что я видел из стран Балтии, невероятный фильм, ну, круто, вот уровень уже совсем такой другой, ну, они очень много вкладывают в Эстонию в кино, больше, чем в Литве и в Латвии, мне кажется, вот, ну, как бы они потихоньку начинают выходить, но мы тоже там будем, это неизбежно, мы здесь все рядом, просто дайте нам немножко времени, мы выигрываем Оскар, чуть-чуть, да, подождите, мы очень все стараемся. Ну, вообще, вот эти старания, они видны последние два-три года, прошу прощения, не знаю, за счет того, что столетия начали больше как-то выделять денег, не знаю, за счет чего, но мы даже в кинотеатрах видим намного больше фильмов от латвийских режиссеров. Больше не значит лучше всегда, моя логика, но это очень помогает куда-то дадутся, потому что, знаете, как это кажется, вот эта профессия связана исключительно в таланте, необходима наработка на съемках, да, есть примеры, там, Андрей Звягинцев, да, там, Ксавье Далан, там, я не знаю, ну, как бы, сейчас можно перечислять, которые выстреливают сразу, моментально, но в большинстве своем, даже великие режиссеры, которые, не знаете, они нарабатывают, они, ну, настреливают, они оттачивают язык, стерство, и это, ну, как бы, абсолютная необходимость понять, что работает, что нет, ну, как бы, что схватывается, что нет, и вы должны снимать для того, что вы должны, если вы хотите снять хороший полнометражный фильм, вы должны снимать полнометражные фильмы, ну, набить руку, потренироваться, я вот снял один фильм, и многое что получилось, многое что не получилось, я в этом фильме уже этих ошибок не сделаю, ну, как бы, я пойду дальше, это в любом случае будет шаг, ну, к лучшему или худшему, это потом, да, уже, когда мы вместе смотреть будем, Но это будет шаг куда-то И мне кажется, что возможность Снимать, что тренируется, набивается руку И именно так появится какой-то фильм Который, как вы говорите, сможет Конкурировать на Оскаре Это мое личное мнение Оно абсолютно субъективно Можете бросать в меня камни Но я готов поспорить С Любым на этот счет Потому что я много про это думал Вот чтобы поспорить, можете прийти 4-5 октября Приходите 4-5 октября Билеты можно приобрести на сайте Аула.лв Там прямо на первой странице Вы найдете Манхаттеншорт мероприятие Буду рад вас видеть Я тут в одном месте даже Если не понравится Готов, ладно, не буду Ну подходите ко мне Обсудим как минимум точно, что не понравится У меня такие светлые волосы Средней длины В ютуб можете зайти и посмотреть Все-таки черный метр уже рассказали Спасибо, режиссер Танислав Такалов был у нас в студии Спасибо большое, ждем вас всех Приходите Будем рады вас видеть Давайте смотреть фильмы вместе Спасибо радиослушателям за участие Всего хорошего Утро на болткоме